Вот и всё-таки Кунка выбрали более стандартный вариант. Вчера тоже они Кункой закрывали. Итак, достаточное количество контроля, жира при этом у викингов. Есть ещё и защитная аура Crystal Maiden. Пик у них, конечно, смотрится классно. И Штормайм есть чем ловить. С другой стороны, Нигма со своим вот этим андерлордом. Продавить их будет очень тяжело. Судя по всему, быстрая игра у нас здесь не планируется. Совсем понимаю, как продавят и одни, и вторые. Что один пик-то в Иране ломает, что другой пик. Зато тимфайт потенциал. И у тех, у других хороший. Ну, наверное, в лейте, в глубоком, я бы поставил на Кунку. Ну, и с Гирокоптером, конечно же. Урона гораздо больше будет у них. Нежели у Урса какой-нибудь Шторму. Хотя Шторм, конечно, опасный в плане того, что может носить очень много Сумбура. Но контроль на него имеется. Поймать его есть чем. Так, ну, что ж. Бо-5. Все-таки важный матч. Разыгрывается поездка на сам ивент. Поэтому нужно сейчас с Нигмами собираться, если они хотят все-таки попасть на этот минор. И перестать страдать, не знаю, правда. Фигни всякой не загуливать по карте. Потому что в последнее время очень много ошибок. Не от хорошей жизни. То есть, это все от того, что может быть практики не так много. То есть, это не потому, что они просто дурачатся. А просто потому, что пока не могут по-другому. Немножко еще не вышли из такого вот режима. Да, 1.10 на 6.25 коэффициент. Естественно, Нигма фаворит. Здесь после прошлой серии они очень здорово смотрятся. Но я думаю, первая игра все расставит на свои места. Кто здесь фаворит, а кто нет. Да, и не забывайте, что вы можете получить бонусы от пари матча. Подробности по трансляции. Переходите по ссылке и регистрируйтесь. Ну, а мы ждем начала первой карты. Интересно, конечно, вот такие совсем, можно сказать, команды викингов. Но не в обиду, но именно по известности такие. Ноунеймы, да, во многом. Относительно их оппонентов, которые супер титулованные. Но, как это бывает часто на поле битва, титулы не важны. Важно только исполнение. И выход для викингов будет очень хорошим результатом. Сверхкрутой. Так, ну и любопытно будет понаблюдать за Титаном. Насколько он хорошо впишется здесь в геймплей команды Нигма. Я уже забыл, когда последний раз увидел этого героя. Ну, как раз сигнатурка Джейдж во все времена. И вот сейчас будет показывать нам, чему он научился в этом патче. Как он будет работать через стаки. Или что-то еще покажет. Интересно. Вот Спирита уже взял на первом уровне. Пока на верхней линии занимает позицию вместе с Вихой. Снизу расположились Винга и Андерлорд. Нравится Винга им с этой аурой. Да, и Виха тоже интересный геймплей показывает уже третий, у кого уже сейчас будет третий карты подряд. на этой урсе не качает overpower то есть играть через шок и пассивку допрыгнуть до врага цель номер один кабан пошел на разведку в виде у нас пять мир около конечно же будет стоять на шторме против него кунка на 2 кабана уже наверху имеется у тоби нужно быть аккуратнее здесь вихи потому что набегать сюда еще кристалмейдан много будет замедления наверное стоит отступить 22 миром разошлись никто не стал драться чтобы даже хп не потеряли курс пару раз укусили кабаны не более да внизу конечно же майн-контрол будет отыгрывать на андерлорде тоже андерлорд не самый частый гость на профессиональной сцене но и венга от кура это уже дефолт вот все таки они решили поставить таска вместе с гирокоптером и действительно cm отправили с мангусами на верхнюю линию с каким-то подригеном для того чтобы заспамить этого урсича потому что таск он все-таки контактный боец с урсой может быть тяжеловато вот всем держится на расстоянии слушай тут же аж уже выходит половину лица сломал цемки за счет того что зарядил свой астрал спирит на плюс 55 урона вот он как раз и будет семечку прогонять но здесь такая ситуация что если он прогоняет ценку но при этом не гоняет бестмастера курсы все равно тяжеловато за счет кабанов более того там курсы делает прыжок но все равно супер сильно замедленно 61 урона все еще начну начинает наточковать кристалки по лицу тут я бы сказал неоднозначная ситуация потому что кабаны замедляют баф заканчивается и все это фб должно быть три два один загулял перри агрессировал баф закончил его задача здесь отогонять героев от фарма позволять фармить урса и урса за счет этого пять крепочков хотя бы каких-то съел и участки вернется и опять будет продолжать делать то же самое потому что если просто стоять и ничего не делать то это все приведет к тому что кабаны загрызут виху сейчас кстати в их еще кабанчика зафармил второй уровень но тут большая пачка крипов очень очень агрессивен но стоит помнить что цемка получившая второй уровень уже не даст так просто выходить в эту агрессию короче джейдж просто толкнул линию теперь сделал очень крутой отпул и он большой молодец он позволяет всему кэри фармить на центральной линии 90 на 92 равная линия не думаю что будет большие проблемы у шторма но у кунки точно вряд ли удастся да что-то сделать только с появлением наверное каком-нибудь ультимейта как-то удастся может быть пол комбо провернуть но для мир и клопать же этому проблему хи не будет с обохменизуемой он контролл тоже всегда достаточно хорошо неплохо фармить 7 крипов уже имеет постоянно спармит свой фаэр шторм также кур здесь всеми силами дамажит конечно выбивает реген из гирокоптера гирокоптер осталось всего штританга так что пока внизу у них мы тоже замечательно в это время наверху погибает цемка пошли в размин отчаянно но вот выбрали нигма такие линии нестабильные то есть бывают линии когда ты хочешь стоять стабильно просто добивать всех крипов и особо не пушить у них же наоборот у них же андерлорд который линию постоянно туда-сюда качает то же самое приходит сделать снизу кура ошибается и забирают его хорошо здесь закрыла раме с куром гирокоптера маловато конечно крипов мир около начинает себя уже подстакивать потихонечку ближайший кемп лесной на центральной линии до что потом его забрать ну и пока 21 до без мастер себя тоже уверенно чувствовать на линии скоро получит уже третий левел виха фармит их уже четвертый хорошо скиллпоинт пока что держит свободным на и кура возвращается обратно на линию здесь майн-контрол но тут опять же на андерлорде не особо увлекательный какой-то геймплей стоишь на линии кидаешь свой фаер шторм и просто пытаешься как можно больше крипов добить или сденай все очень большая атака тяжело гирокоптеру приходится подвышкой да и таск не сказать что прям супер крутой помощник закатываться под этого андерлорда пока не хочется неприятные сверх неприятные линии мы видим что начинают уже боковые линии немножко проседать из-за вот этих вот качелей которые выстраивает джейдж из-за того что происходит снизу сейчас и выход на силаре замедляют урсу ну да джейдж там еще попутно пошел два стака сделал в лесу и вот возвращается сейчас на линии за счет спирита своего это удобно делать на элдер титане конечно так но фарм в лесу имеется для команды нигма есть куда уходить шторму подфармливать у него шторма на линии все замечательно 27 на 1 у кунка принципе не уступает что поставку команда викинг у них я так понимаю никто этим не занимался снизу отличный выход и здесь сейчас будет попытка от венги разменяться у андерлорда закончилась манна можно попробовать нажать стика что-то сделать шада выпускают на венга рессается и иллюзия исчезает из-за верху наверху также прогоняют по тавру уже здесь забегает кстати джаж в наглую посмотри просто бежит бежит за этой ценкой под т2 жесть но и баунтируны баунтируны и здесь куры внизу неплохо перехватила и 3 баунтируны застаются команде мимо ведь проблема за 4 их а нет не добегает это наказали здесь титан пока отходил немножко неаккуратно сыграл узнаве торрент залетает неплохо и погибает мир около вот о чем и говорилось как только появился 6 комбинацию можно сделать таким причем у шторма тоже что стоит он просто не успел улететь и отличная игра от мидера напомню что вчера именно этот парень у его усилиями скажем так команда викингов смогла выйти в этот гранд-финал с первого места именно ну как с верхней сетки не играть сегодня используют шрайн восстанавливать ее манки и все отлично у кунки да этот соло-килл очень много даун внизу драка и проблемы могут быть у таска ракета вовремя залетает от гирокоптера останавливает майн-контрола кура тоже расстреливают довольно больно но таск выжил тяжело таску на этой линии как-то внести положительный импакт он даже если закатывается наносит кучу урона сам тоже получает вот сейчас вот правда по майн-контролу хороший урон стики нажимает майн-контрол и это будет размен пидов малис работает shadow очень больно 7 стиков есть ушат нажимает стики кура буквально еще одной тычки не хватает пидов малис защищает ура и в принципе как и гирокоптер потому что ждал конечно кура отката стана но стану очень долго как же спощадно сверху фидит кабанами бестмастер минус 2 кабана это много xp прежде всего цемка засыпает цемку добивает elder titan в итоге виха решил не лезть за ней конца меняется вестмастер очень активные линии пошли со всех сторон абсолютно ганги фраги даже это гангами не назвать это просто замеса на линиях да в это время миркл смещается лес немножко подфармить как раз те самые стаки которые делать жаж он ему еще один делать ашрайн отпевают и это должно позволить миркл да догнать наверно кунку потому что по сравнению с кунка есть ну разница 400 голодать серьезно для мидера отличный артефакт для этого выпадает эликсир который позволит очень быстро зафармить все зарегида кстати там еще и каста есть вот ли ее прожимает сейчас миркл перетягивается наверху возможно драка да потому что здесь нас избивает даша но в это время миркл покатился вперед хочет забрать тоби тоби погибает да ну а джейдж все еще мансует здесь и вот кунка файзы прожал джейдж пытается убежать тянет время как можно больше пока идет выход на кристалл мэйден пока мансовал джейдж смогли двух игроков убить и это очень круто да и самое главное что кунка ничего не делал толком на линии пока бегал за этим джоша отлично минус 2 делают у нас не мои метков вернется наверно час обратно линию а брумхендл выпадает для викингов ну кунка оставлять себе ему полезно будет так ну что надо внизу там нападение просто идет на гирокоптера сейчас и могут его забрать реально нет какой-то помощи только вот сейчас летит сюда у нас уже кунка прямо тут ухмались подстанели таска чтоб тот ничего не сделал таска дд и вот кура похоже понимает что уже никуда не денется отсюда только в таверну забирают кура вот не так много командцы это иллюзии сразу стремятся разделывал проблеме супер неприятно наверху мешают урсы но слушай это за две игры самое удачное начало для урса из того что было что до этого был просто это мрак полнейший опять кунка выходит вниз гирокоптера подцепили рассказ сейчас внизу до торрент корабль залетает теперь проблемы майн контрола майн контрол еще буквально парочку ударов по нему до майнкроп погибать майн контрол погибает могут еще джоша забрать здесь отличные шарды закидывать сюда нас нас эхо стомп что неужели джоша отпустят а нечем его больше поймать бежит у него все на кулдауне абсолютно кунка сверх активен конечно 301 очень много сделал уже для своей команды но шторм от него не сильно отстал и самое главное гирокоптера бестмастера просадка относительно урса андерроза поймали нас внизу на воде на перетяжке таска прямо рядом с ашрайном пробегал ой-ой-ой успевает идти в сноубол но все-таки догоняет конечно меркал здесь красивая игра таска все делал до конца не хватило ресурсов банально меркал слишком хорош что третья игра для меркла подряд может быть но здесь все не так просто потому что шторм все-таки это довольно контактный боец и здесь может он подставиться под что-то а пока что его абсолютно любой дизейбл контрит пока у него нет ни юла не блокинг бара вообще выходит в каю так десятая минута важный момент что по аван постам внизу забирает уже майн-контрол наверху забирает викинги себе ну и баунти руны соответственно тоже поровну должны были поделить но я так понимаю три забрали нигмы сейчас наше там подсветился майн-контрол на водичку забрал баунти руна для своей команды джаж просить пожалуйста конечно джаж и свой команд пошла перетяжка на топ массовая будут пушить здесь рор бестмастера урса есть энрейдж пока живет вовремя потянулся сюда со станом джаж курса все еще жив заканчивается ультимативный расстреливают гирокоптер еще и джаж подставляется варл спанч минус 2 делают викинги и сразу же начинают ломать один мне кажется они не ожидали что здесь настолько много героев хотя с другой стороны чего должны были нигмы ожидать нижняя линия пушится андерлордом и венгой к ним никто не приходит на миде никого нет и видно что викинги пользуясь силой своего драфта они абсолютно верно все делают все-таки гирокоптер это мощный раскастер прежде всего да это крутой кэри и в лейт-гейме если нафармит артефакты но он должен пользоваться тем что на шестом уровне просто может пойти и стереть этого русача тоже самая кунка герой который может многое сделать в отличие от того же шторма на данном этапе игры так но и викинги не собираются отступать они снова бьют смог и опять идут в атаку могут себе позволить почему нет могут сейчас все время например подцепить какого-нибудь виху опять либо же мир около вообще если его подцепит а вообще будет идеально на меркал уже убежал подфармил немножко лесок в мид в итоге выходит на т1 это понимаешь а заберу здесь крепочков катапульта есть кунки нужно потанковать потанковать на потанковал немножечко бывает кура здесь нашли шарды неплохо залетают варлосбанч и кура до свидания слишком много всего кура залетела вот прям разница конечно видна так нападение на шторма шторм ой это не уходит мир около торрент его посадили вовремя прилетел сюда main control за счет этого меркал должен выживать стан здесь по двоим залетает от граша пока что спят притянули вортаксом у нас кунку но кунка с армлетом он поиграет еще попытается пожить не выживает кунка отличный на развороте фраг получился primal roar кастовали но main control никто не бьет все бьют джаша джаш погибает он успевает нам оставаться напоследок на майн-контрол скорее всего тоже нет или же нет на пробок танкует неплохо так как его не отпустить то это в марице у него уже вангвард имеется курс рабичерки и так то просто поймали шторман но такое ощущение что лучше бы и не ловили этого шторма размин кунки на венгу и титана в пользу викингов все-таки дота нам говорит что с небольшим преимуществом мы это понимаем что все-таки темп на коре очень-очень важен супер активно викинги вот не в пример singularity если singularity неплохо действовали на линиях и драфт у них были такие лайтовые но они как-то зажимались то викинги наоборот мне постоянно кого-то гангут где-то на перетяжках работают сейчас вот выход на урсу очередной покатился покатился на стаск не докатывается до вихи слишком быстро конечно но что-то шарды кинул куда-то то ли для вижена то ли просто и там ответное нападение внизу планируется на гирокоптер гирокоптер в опасности до поймал его мир около здесь уже джаж сюда набегает хура и разоберут никто даже не полетел его разменивать слишком много урона понимали прекрасно потому что сами в атаке сейчас викинги и могут найти опять виху давиху посадили на крест возвращает корабль сразу с фтп делаются от команды нигмы сейчас и вот он майн-контрол уже на месте у орла спанч не хватает урона чтобы виху забрать покатился таск но за ним уже поехал здесь мир окол мир окол врывается в драку есть вортокс неплохо заберут у нас сабиста без погибает еще один стан от жаша подвоем отличный туда же сплитер залетает от него и сейчас можно забирать и ценку еще и подцепили сверху таска вау минус 4 в сумме здесь делают и можно сказать что тим вайпы сочетается фрага на гирокоптере очень странное решение потерять гирокоптера и наломиться на вражеский шрайн на урсу который все это время может протанковать энрейдж гирокоптер не может включить энрейдж там затанковать дождаться тиммейтс урса может и ошибка от викингов довольно серьезно что-то у нас как-то singularity не шли в атаку а викинги получается что лучше бы не шли в атаку они конечно сверх агрессивны но агрессия хороша только если она с умом проявляется они вот так давай тебя окупает так ну что очередная драка у нас намечается наверху я так понимаю потому что теперь сюда подтягиваются нигма в четвером и втроем здесь пока что нет уже тоже в четвером будут викинги гирокоптер продолжает фармить битвы за ван посты они отдают аван пост под на эту минуту и без экспы остаются викинги старого жечь внизу в это время меркл пробежался подконтролил баунтирунки да но это два артефакта мы видим что там дарт выпадает викингом и асенс ринга достается команде нигма так медиа есть под стан кунки но продолжение никакого пока что от них мы нет ломиться вот просто так топорного атаку тоже не стоит учитывая что мерка далеко на будет отличная игра от кура питов мали шикарный раз неплохо но набегает гирокоптера гирокоптер сейчас будет расстреливать погибает у нас джаж делает сразу же байбек в это время тут погибает кристалмейдан саппортами пока что разменяли себе команда байбек вынудили потратить на андерлорд слишком жирно его невозможно пробить буквально выходит кунка там курс пошел дальше цепляют гирокоптера ай-яй-яй буквально сейчас реально погибнет праймурор останавливает останавливают фатальную тычку от вихи и сейчас может быть виха пострадает на развороте да вкатывается сюда таз башки прокают а вот и мать контрол а вот уже и миракал здесь здравствуйте минус 2 еще сверху оформляет нужно бежать отсюда кристалмейдом потому что только что тратила байбек и кристалка после байбека тоже отправляется в таверну слушай замечательно все делают вот вообще не щадят пока своего оппонента но это прям игра в которой урсы значительно лучше старт и мы видим какой колоссальный импакт она вносит если в прошлых играх был плохой старт и все равно урса напрягал здесь в их съедает на своем медведи все и вся ну что говорить если битва идет один на один то против гирокоптера очень хороший тот герой и сильно мешает петов малес и нереально жирный андерлорд он себе доделывает кримсон я вообще не представляю как его будут пробивать по нему просто бьют по нему урона магии нет физикой нет а урод это неприятная работает постоянной то есть вообще не залетает урона так у нас аквила достается да и такое ощущение складывается что нигма намного лучше чувствовать своих героев то есть они знают когда им можно пойти подраться когда напасть когда проще отступить вот пока что на этой карте с другой стороны викинги такое ощущение что они вроде бы верят да в свою силу что они сильнее что не могут нападать вот но два раза уже выходит пытается кого-то подцепить и в итоге как ты говорил лучше бы они выходили лучше бы продолжали фармить кирыч пошел в медленный билд через аганин как медленно он даже быстрее чем бкбшный бил но пока бкбшки нет здесь выходить очень тяжело потому что один петов маля сюда который чуть ли не полностью курс из башеного так как опасный герой могли сейчас свапнуть какому-нибудь кунку попробовать потому что кура пошел вперед вот он ставит центре видит нас таска таск тоже не самая лучшая цель для свапа здесь хорошая позиция если в такой позиции викинги таск тварь сбивать нет просто просто прошел варда не видит здесь поняли шторм просто всем влетает сноу бол но был правда далеко увозит двух героев шторм залетает стан от кура полетел вперед мир около не хватает немножко урона хочет забрать см буквально один удар еще нужен всем к погибает шторм уходит из драки сприт разлетал время мне так много урона раздал джаж как мог бы но это уже минус саппорт еще можно попробовать кого-нибудь подцепить отцепляю тем временем таска вортексом еще притянули гирокоптера гирокоптера застанели гирокоптер погибает и все просто по одному отдаются сейчас викинги минус 4 в сумме делающий курьера забрали 6 не не по одному отдаются они отдаются все вместе в общем-то это аркан руна на шторме 18 зарядов в блатстоуне становится идеальный тайминг получился там получается и ускорение было и от кейн руна одновременно просто он как раз шел за ускорением он видимо забрал и положил но да аркан руна решила абсолютно все здесь ну да ускорение аркан руна и это супер мега жесть хотя конечно ускорение сработало далеко не так круто потому что шторм всю драку просто летал он летал 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 и вот я что заметил он же выфармливал себе каю но он передумал на получается и зафармил себе блатстоун ты прыгал про шторма а он собрал из неё а мы скажем же да теперь то собирают увольнение но на самом деле собрал он его супер быстро на 19 ну на 19 00 фактически он собрал себе этот вот стол да и он про самое главное для шторма то что заряди которые растут уже 18 регена очень прилично так если сейчас еще одна две драки таких то там шторма вообще не остальные гены вот этот дополнительный магический урон это очень жестко смотри какой момент хороший прививаются штор спирит сюда же прилетает малька тролл это болит по троим минус один прогибается мка пошел корабль от кунки но это скорее всего не спасет то что вихо тоже уже здесь нужно бежать primal roar сплиттер на развороте залетает от джаша все вливают сейчас в этого кунку чтобы его забрать и ну и не конечно же не должны отпускать не должны шторм уже просто в соло врывается уничтожает что какой-то супер мега развал я честно говоря даже и не ожидал что настолько их добирает в итоге там у нас весь мастер и за счет ульты как раз кендер лорда сейчас обратно вернуться наверх и продолжит кушать шикарно 20 зарядов на 20 минуте уже у него есть аеги сделает себе сайланс 11 тысяч нетворса и почти 20 уровень конечно 25 шторм это конечная будет хотя он может и не дожить до 25 с такой игрой он может просто закончить раньше жива еще будет представляешь он жмет ультимейт оставить свои вот эти ремнанты постоянно при этом еще жмет шиву всех задевает и все это наносит увеличенный урон за счет 20 зарядов бладстоуна там конечно на 0 35 но по 20 зарядов уже не плохо все равно все равно жесть так ну что ты один там вроде как пытались защитить даже как-то викинги но нет решили отступить и видимо товара дают проду в это время врывается шторм опять опять поймали кристалл мэйдон еще один плюс зарая зарядик бластом 111 россии но и сразу же т2 в миде готовы забирать сейчас нигма меркл пока что летает ничего не боится но сколько было в реке вода 30 маны в секунду 36 я думаю сейчас найти аркану для него будет такой знаешь финал очкой шикарно шикарно было бы но это не мне кажется слишком нечестно будет с такой игрой как раз таки вот как эту аркану нему не отдать пошел корабль все в андерлорда просто пошел шторм а вот и шторм здесь летает пытаются забрать кура кура выступал неплохо своего тиммейта кура погибает есть хорошая хостом тут даже залетает сплиттер сейчас боже как так им больно вы просто посмотрите просто разваливаются щепки без шансов минус 5 нигма показывает отличный тимплей вместо того чтобы будить героев они ждали когда сплиттер взорвется чтобы нанести максимум урона 26 зарядов гг 22 минут потрясающая игра но здесь я скажу что я вот могу поверить что это ребята которые заняли заняли просто без шансов да это это был совершенно другой